Здравствуйте! Эфир телеканала «Россия» продолжит программу «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова. До 1 февраля выпускники школ должны успеть подать заявление на сдачу дополнительных экзаменов. В Терском районе в этом году сдавать ЕГЭ будут без малого 350 11-классников. Практически все с предметами уже определились. Госэкзамен пройдет в двух общеобразовательных учреждениях – в 1-м лицее и 3-й средней школе Терека. Подготовка к нему уже началась. В местной администрации создана рабочая группа, утвержден список учителей, которые будут задействованы при проведении ЕГЭ. Все они прошли специальную подготовку. Сформирован и комплексный план мероприятий. Напомню, уже в феврале учащиеся 11-х классов могут написать сочинение и досрочно сдать географию. Минувшие выходные отличились минусовой температурой и густым туманом. Они стали основной причиной образования гололеда на улицах. В результате за помощью в травпункт обратилось большее количество пациентов. В основном приходят с ушибами, растяжениями, переломами рук и ног. Отмечу, что к группе риска относятся пожилые люди и дети. Я еще хотел обратить внимание на то, что бывают травмы сочетанные. Люди на это не обращают внимания. Например, человек упал, ударился, а параллельно ударился головой. Особенно за детьми надо посмотреть. Там тошнота, не тошнота, рвота, головная боль. Чтобы обязательно показали невропатологу или нейрохирургу. В Нальчике завершился первый открытый фестиваль спортивного скалолазания «Тигры скал-2015». Посвятили его памяти легенды советского альпинизма Михаила Хиргиани. В соревнованиях приняли участие более ста человек. Среди них не только профессионалы, но и начинающие скалолазы в возрасте от шести лет. Фестиваль прошел при поддержке Министерства курортов и туризма и Минспорта Республики МЧС России. Сюжет Натальи Булат. Если первый день соревнований посвятили сложности, то второй скорости равняться. Участникам было на кого кандидат в мастера спорта по скалолазанию из Кисловодска. Сергей Автомонов показал мастер-класс, до вершины добрался за 4 секунды. Победить этот рекорд не смогли даже самые опытные. А участие в фестивале принимали и непрофессионалы. Младшему 6 лет, старшему далеко за 40. Возрастные рамки организаторы не устанавливали сознательно. Говорят, задача стояла повысить интерес к скалолазанию. Скалолазание, особенно стендовое, на искусственном рельефе, это совершенно безопасный вид. Если не нарушать технику безопасности, которую инструктор объясняет, закручивать карабины, вот как с веревкой, не подходить, чтобы на тебя не упал, скажем, товарищ, когда при спуске, это безопасный вид. Это действительно развивает все группы мышц, заставляет думать, скорость реакции при прохождении трассы. То есть это общее развитие человека. В середине прошлого года в республике открыли два стендовых скалодрома, что послужило новым витком в развитии этого вида спорта. Количество желающих заниматься кратно возросло. Именно это и стало основой для проведения фестиваля. Самое сложное, когда руки забиваются. Что это значит? Это когда у тебя мышцы сильно забиваются. Ну то есть, как сказать, слишком сильно много потратил, и из-за этого они забиваться начинают. Интересно, почему бы нет это мероприятие, хорошее, приятное мероприятие, во-первых. И поэтому, почему бы не участвовать? Хочу не забывать свое дело, профессиональный навык, чтобы поддерживать это все еще в этих целях тоже, чтобы быть в форме. Победители оценивали в нескольких категориях, но пройти трассу на скалодроме мог каждый желающий вне программы. Своё мастерство показали воспитанники реабилитационного центра «Намыс». Занимается с ними Карина Мезова. Несколько месяцев назад она открыла специализированную школу альпинизма. Но, как отмечает спортсменка, фестиваль «Тигры скал» станет традиционным. Уже сейчас рассматривается возможность проведения его два раза в год, в том числе и летом в горах. Наталья Булат, Аслан Мамхега, Вести Утро, Кабардино-Балкария. Российский боец Альберт Туменов в минувшее воскресенье одержал очередную победу на турнире UFC в Стокгольме. Наш земляк выиграл у Николаса Мусоки. Поединок прошел всю отведенную дистанцию. В первом раунде соперники осторожничали. Однако Туменову удалось завладеть преимуществом. На фоне усталости Мусоки он нанес заметно больше ударов. В итоге победу россиянину отдали единогласным решением. Для Туменова она стала третьей в UFC и 14-й в профессиональной карьере. Это была последняя информация. До встречи в следующем часе. Здравствуйте. Эфир телеканала «Россия» продолжит программа «Вести Утро» Кабардино-Балкария. В студии Зульфира Геляхова. До 1 февраля выпускники школ должны успеть подать заявление на сдачу дополнительных экзаменов. В Терском районе в этом году сдавать ЕГЭ будут без малого 350 11-ти классников. Практически все с предметами уже определились. Госэкзамен пройдет в двух общеобразовательных учреждениях. В первом лицее и третьей средней школе Терека. Подготовка к нему уже началась. В местной администрации создана рабочая группа. Утвержден список учителей, которые будут задействованы при проведении ЕГЭ. Все они прошли специальную подготовку. Сформирован и комплексный план мероприятий. Напомню, уже в феврале учащиеся 11-х классов могут написать сочинения и досрочно сдать географию. В Нальчике завершился первый открытый фестиваль спортивного скалолазания «Тигры скал-2015». Посвятили его памяти легенды советского альпинизма Михаила Хиргиани. В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Среди них не только профессионалы, но и начинающие скалолазы в возрасте от 6 лет. Фестиваль прошел при поддержке Министерства курортов и туризма и Минспорта Республики МЧС России. Сюжет Натальи Булат. Если первый день соревнований посвятили сложности, то второй скорости равняться. Участникам было на кого кандидат в мастера спорта по скалолазанию из Кисловодска. Сергей Автомонов показал мастер-класс. До вершины добрался за 4 секунды. Победить этот рекорд не смогли даже самые опытные. А участие в фестивале принимали и непрофессионалы. Младшему 6 лет, старшему далеко за 40. Как возрастные рамки организаторы не устанавливали сознательно. Говорят, задача стояла – повысить интерес к скалолазанию. Скалолазание, особенно стендовое, на искусственном рельефе, это совершенно безопасный вид. Если не нарушать технику безопасности, которую инструктор объясняет, закручивать карабины, вот как с веревкой, не подходить, чтобы на тебя не упал, скажем, товарищ, когда при спуске. Это безопасный вид. Это действительно развивает все группы мышц, заставляет думать, скорость реакции при прохождении трассы. То есть это общее развитие человека. В середине прошлого года в республике открыли два стендовых скалодрома, что послужило новым витком в развитии этого вида спорта. Количество желающих заниматься кратно возросло. Именно это и стало основой для проведения фестиваля. Самое сложное, когда руки забиваются. Это когда у тебя мышцы сильно забиваются. Ну то есть, как сказать, слишком сильно много потратил и из-за этого они забиваться начинают. Интересно, почему бы нет это мероприятие, хорошее, приятное мероприятие, во-первых. И поэтому, почему бы не участвовать? Ну то есть, не забывать свое дело, профессиональный навык, чтобы поддерживать это все еще в этих целях тоже. Чтобы быть в форме. Победители оценивали в нескольких категориях, но пройти трассу на скалодроме мог каждый желающий вне программы. Своё мастерство показали воспитанники реабилитационного центра «Намыс». Занимается с ними Карина Мезова. Несколько месяцев назад она открыла специализированную школу альпинизма. Как отмечает спортсменка, фестиваль «Тигры скал» станет традиционным. Уже сейчас рассматривается возможность проведения его два раза в год, в том числе и летом в горах. Наталья Булат, Аслан Мамхега, Вести Утро, Кабардино-Балкария. Шутки, искрометный юмор, сатира. В Доме культуры селения Карагач состоялся финал первого сезона Лиги КВН Прохладинского района. Тема игры – учиться, учиться и еще раз учиться. Команды состязались в трех номинациях. Они представили визитную карточку, провели разминку и выполнили домашнее музыкальное задание. Инициатором проведения игры выступил Прохладинский филиал Кабардино-Балкарского многофункционального молодежного центра и отдел культуры муниципалитета. Будем выявлять сильнейшего, чтобы в дальнейшем поддерживать еще больше. Думаю, что и остальные районы уже подключатся. Уже выступили с инициативой тоже продвигать, начинать популяризировать КВН в своих районах. По мнению жюри, команды показали высокий класс. Ну а убедительнее всех выглядела сборная КВН из Прималкинского. На втором месте Карагач. Молодежные клубы из Учебного и Пролетарского разделили третье место. Российский боец Альберт Туменов в минувшее воскресенье одержал очередную победу на турнире UFC в Стокгольме. Наш земляк выиграл у Николаса Мусоки. Поединок прошел всю отведенную дистанцию. В первом раунде соперники осторожничали. Однако Туменову удалось завладеть преимуществом. На фоне усталости Мусоки он нанес заметно больше ударов. В итоге победу россиянину отдали единогласным решением. Для Туменова она стала третьей в UFC и 14-й в профессиональной карьере. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь и желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова